Это сейчас, спустя 25 лет, русских витязей и стрижей знает каждый. Создание первой авиационной группы высшего пилотажа произошло еще в мае 89-го, когда на вооружение первой авиационной эскадрильи поступили истребители Су-27. Вскоре были выполнены первые тренировочные полеты в составе пары, тройки, а затем и четверки самолетов. Новые истребители были сложны в групповом пилотировании из-за больших размеров массы и инертности. 24 августа 1991 года название «Русские витязи» впервые прозвучало за рубежом на польском авиашоу. Су-27. Многоцелевой истребитель. Масса 16 тысяч килограмм. Максимальная высота 18 тысяч 500 метров. Максимальная скорость полета 2500 километров в час. Для выполнения демонстрационных полетов на самолетах МиГ-29 привлекли опытных летчиков, владевших техникой высшего пилотажа. История «Стрижей» началась в истребительном авиаполку в Кубинке в середине 80-х, когда самолеты этого типа военно-воздушные силы только осваивали. Наша страна впервые узнала о «Стрижах» 6 мая 1991 на авиационном показе. МиГ-29. Легкий фронтовой истребитель. Масса 19 тысяч килограмм. Максимальная скорость 2450 километров в час. Максимальная высота полета 17 тысяч метров. Сочетание управляемых ракет класса «Воздух-воздух», средней дальности и ближнего боя. Посмотреть на легендарных русских «Витязей» и «Стрижей» приехали из разных уголков нашей страны. К полудню на аэродроме собралось более 40 тысяч зрителей. Праздничная программа началась с награждения пилотажных групп. Их благодарили за проделанную работу и вклад в развитие авиации. По решению министра обороны русские «Витязи» пересядут на новый тип самолетов Су-30СМ. Более современные боевые машины поступят и в распоряжение «Стрижей». На дни рождения, конечно же, не обошлось и без сюрпризов. Десантники подготовили зрителям показательные выступления. Они продемонстрировали всю силу и мощь голубого берета. Разбивание кирпичей кулаками, бутылок об голову вызвало у каждого гостя восторг. Даже у зрителей появилась возможность стать частью их выступления. В течение всего праздника гостям были показаны точные копии Су-27 и МиГ-29. Отличить их от оригинальных невозможно, разве что по размеру. Летали и гудели они, как их настоящие предки. Сегодня легендарным «Витязям» и «Стрижам» исполнилось 25 лет. У каждого посетителя здесь уникальная возможность посмотреть каждый самолет детально. А главное, через несколько минут мы увидим настоящее авиашоу. Головокружительные виражи на скорости свыше 500 км в час. При этом расстояние между крылатыми машинами всего около метра. Такое умеют только «Стрижи» и русские «Витязи». Единственные в мире, кто выполняет руки в воздухе на боевых истребителях. Поздравить юбиляров прилетели и беркуты. Здесь, на аэродроме Кубинка, впервые зрителям была показана почти нереальная фигура пилотажа. Четыре вертолета и истребитель. Летят на одной скорости 270 км в час. Бесконечные мертвые петли. Зеркала, когда один из самолетов летит перевернутым и видит все, что происходит на земле. Кобра или колокол. В этом трюки истребители замирают в воздухе. Небесное шоу длилось три часа. И все это время зрители были очарованы. Каждый приземляющийся самолет они встречали аплодисментами, восхищаясь настоящему мастерству летчиков. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». АПЛОДИСМЕНТЫ